Сегодня утром в Академии, то есть в новом, восьмом, динамично развивающемся академическом районе Уральской столицы, с рабочим визитом побывал Свердловский губернатор Евгений Куйвышев и лично проинспектировал объекты строительства. Ну, конечно, не все, ибо Академ это очень интенсивно застраиваемый клочок уральской земли. А только те, что возводятся к 32-летней универсиаде, которая пройдет в нашем родном, любимом городе с 7 по 19 августа 2023 года и наложится на 300-летний юбилей Стольного города Екатерины. И если, конечно, коронная пандемия не внесет свои коррективы, очень бы не хотелось. Конкретно сегодня глава региона осмотрел строительство двух универсиадских объектов, дислоцирующихся на академической окраине. Во-первых, это строящееся потенциально четырехэтажное здание будущего дворца Дзюдо. А это, кстати, один из 15 обязательных видов спорта в программе летней универсиады. Наряду с бадминтоном, баскетболом, водным полом и волейболом, легкой атлетикой, настольным теннисом, плаванием, прыжками в воду, спортивной гимнастикой, стрельбой из лука, теннисом, о котором чуть позже, хэквондо, фехтованием и художественной гимнастикой. Плюс еще на универсиаде намечены три бонусных вида спорта – самбо, бокс и регби. Но не стоит забывать, что Дзюдо – это все-таки любимый вид спорта нашего президента, Владимира Путина. А потому дворец Дзюдо был изначально спроектирован с учетом всех требований ФИСУ, то бишь Международной Федерации Университетского Спорта. По замыслу это будет максимально современное сооружение для проведения состязаний наивысочайшего уровня, хоть Олимпиады, хоть берите выше, поединков с участием самого Владимира Путина. На этом объекте все идет, естественно, по плану. По соседству с дворцом Дзюдо к универсиаде должны построить 12 новых открытых теннисных кортов. Вообще, надо заметить, корты в этой местности уже есть. И открытые, и крытые. И они относятся к детской академии тенниса «Гринвич», где уже давно и успешно тренируются дети, да и не только. Но представители ФИСУ в свое время заценили мощности академии тенниса на академии и сказали, маловато будет. По требованию ФИСУ открытых кортов на универсиаде должно быть больше. И потому сейчас проводятся все подготовительные процедуры, чтобы, значит, в следующем году приступить к строительству новых теннисных площадок. Ну и выходя из академии на обобщение, можно вспомнить, что всего в Екатеринбурге на летней универсиаде 2023 будут работать 35 спортивных объектов, а за 13 дней праздника студенческого спорта будут разыграны 247 комплектов медалей. Ну а пока готовимся. До открытия универсиады остается 20 месяцев.